друзья всем привет сегодня вам покажу вас 2114 да вот такая красота на тесте сам не ожидал 2013 года выпуск автомобиль 297 тысяч рублей стоимость двигатель 16 на механике 80 1 лошадиная сила комплектация данном случае люкс сигнализация с автозапуском дорогая музыка есть подиум и сабвуфер головного освещения стоят лэд лампочки ну и по кузову нареканий нет и по ходовке тоже учитывайте автомобиль 2013 года обыкновенная рабочая лошадка ничем не примечательная абсолютно сигналка запуск в чехле тоже аккуратно действительно довольно ухоженный автомобиль такой авто вы сможете переобрести автосалоне спринт выражаю благодарность автосалона спринт за предоставление данного автомобиля на тест-драйв стекла сейчас уже опустил как видите ухоженный салон из подиума аватар классно все звучит так запускаем силовой агрегат сто четыре тысячи шестьсот шестнадцать километров на доме 3 хороший простой запуск так на свадьбу поехали так рулевая колонка по высоте регулируется механические регулировки по аудиосистеме здесь у нас сейчас головное устройство покажу это пионер и избил укс то есть определенный человек меломан слушал качественную хорошую музыку здесь борт-компьютер видите уровень светом туманки задняя погрев стекла здесь у нас такие дефекторы тонюсенькие совсем регулировка для потока воздуха печь хорошая зимой тепло различные зоны такой знаете старомодная из пепельница батарейки лампочки 5 рублей различного рода предохранители розетка прикуриватель и степенчатая механика задняя передача 1 2 3 4 5 ручник здесь есть даже некоторых комплектации подогрев сиденья такой подлокотник свой родной антенна мультимедийной системы здесь в принципе тесновато конечно при моем гости в 188 сантиметров но можно как-то под себя все подстроить и уже сжиться с этим автомобилем регулирование угла наклона под регулирование яркости подсветки приборов механические регулировки для зеркал вот здесь электростеклоподъемники передние стороны водителя и со стороны пассажиров вот такие дела здесь у нас помпочка маленькая для активизации давайте откроем капот я вам все покажу те места обычно слабые в этом автомобиле по кузову вроде бы все хорошо я бы не сказал что как-то все гниет ужасно все окей она конечно начнет рано или поздно жучки вот эта ржавчина она появится здесь весна механические регулировки но пока еще все окей складывается сплошняком спинка сиденья в меру мягкие в меру жесткие свежевыкрашенные 5 стоят 14 375 на 60 этом просьбе ну прям здесь все шикарно супер намек на ржавчин здесь не видно даже я покажу что здесь sap alpine со встроенным скорее всего усилком да вот здесь осилок хорошо звучит скорее всего может быть из подсветки так ты понимаешь активность сабвуфер корпусе здесь наш что антифриз не тушите знак аварийной остановки что-то на даритку аптечка запаска все в оригинале абсолютно все в оригинале если сложить место достаточно лампочка меняются на ура без проблем здесь тоже диоды поменять обычно ставят китаю что супер оригинальный это дорогие там за 2000 рублей стоит обычно китай здесь пожалуйста ручок бензобака сейчас нижнюю часть вам продемонстрирую по подвеске несмотря на то что по сути все а это ругает этот автомобиль от малого до велика они покупают и катают они еще вещевой бокс небольшое выкроили несмотря на это покупают катает но ругают странно парадокс парадокс здесь у нас указатель для поворота перейти крылья лобовое без сколов без трещин немножко от камушков здесь есть такие момент но это нормальная эксплуатация так чистенький аккуратный ухоженный автомобиль во всех отношениях двигатель работает ровно лампочки эти аккуратный свет гораздо лучше остановится немножко хром сходятся прям и лаза все ремонтопригодно доступно без проблем чиниться есть необходимость если рассматривать плоскости исключительно рабочие лошадки в принципе все становится свои места в плане того что что ты еще будешь ожидать такой сиропка да я тоже обратил внимание у вас ничего такого супер естественного не происходит если подготовиться и думать про этот авто как исключительно рабочая лошадка ничего особенного просто катаешь делаешь свои дела да может некомфортно неудобно нет шумки и остальные моменты тебя порою беспокоят но в то же время она едет из пункта фунт б добирается без проблем еще я не перестану это повторять любой автоваз меня удивляет вроде бы 1681 лошадиная сила то ли за счет того что они легкие доли за счет занижение заводом изначально лошадиных сил она просто как дурная едет вот порой думаешь как она так крутится как он такой обороте стоит движок невероятно вешеный просто двигатель для этого кузова учитывая что она в принципе легкая крутится он на ура даже звук послушать приятно да уж если у вас стингер там как это вообще красота 3 хорошо тянет хорошо на прям задорную плевать я был такой случай когда пассат синий у меня был насколько помните сейчас подписчики вспомните этот пассат в 5 плюс пять с половиной американец 18 turbo стасевистка был но как-то поехали к другу в казань на двух машинах спереди была 4 обыкновенная 4 5 человек сидела мы на пассате втроем и вот у меня там доли что-то с маслом произошло то ли что на прямых я прям даже хорошо делал а потом тяга пропадала мне нужно было останавливаться и чтобы там все остыло это дело и вот это 4 я помню как она нас там делала как она нас делала я про себя думаю ну вот volkswagen passat давай где и ничего подобного 107 с кого на переднем приводе но у меня была проблема слишком там а это 4 просто в гору там запредельной скоростью понятное дело тогда еще особо так камер не было на трассе чем на казань и все шалили порою по скорости было обидно обидно было я просто думал почему мне не 4k под моей пятой точкой почему не 4k какой-то форсваген фасад который явно на трассе не может сделать четырку я так думал уже были моменты печали но ничего ничего страшного бывает и такое я чувствую что она нужный момент пацанов не подводила можно так это описать двумя словами нужный момент не подводит это что шустрый конечно шустрый факт она словно знает когда подводить нельзя и не подводит а когда можно где-то там облажаться она наверно это сделает периодически такой с этим авто происходит и это нормально это абсолютно нормально здесь страшно ничего нет удобно и круто что ты чинишь эту дачку на коленке можно буквально там в пятерочку заехать и все будет без вопросов поедешь дальше карабас кстати четкие еще не замучены определенные кулисы и все сцепление тормоза адекватно работают тормозной цилиндр на на всего в повороты конечно входят прям не особо с держаком таким прекрасно едешь и понимаешь что что-то ожидаешь и даже не к это супер приспортированная версия можно поменять подвеску можно что-то еще и сделать дико затюнинговать как в свое время допустим дорабатывали девятки здесь навряд ли получится потому что уже и похони то и компонентов нет чтобы затюнить под полный такой комплект супер крутой . но тем не менее третья пошла хорошо зайти к моменту иногда неподготовленные люди торсия свое это авто а водитель явно драйвовый любит такую быструю езду порой думаешь возникнут моменты когда тепленькая пошла в салоне потом чистить салон как-то неприятно но есть ребята которые прям все соки с ним выживают и она прям едет слушания в отсечку крутят салоне у для движения все орёт кричит ребят и она еще едет и все таки было что это такое что за апокалипсис что за конец света происходит и все понимаете обзорность хорошая низкая посадка уж есть такое клиренсу более чем достаточно зато все родное каждый звук ой коробки вот чего-то еще война перегазовки на вот такие моменты все родное погнали и не дается смотрите за скатные тени для леса на газели без брызгов камушки летят же рулежка уж понятное дело но смотрите вообще абсолютно неадекватные на этом автомобиле вот как ни крути вообще не понимаю связь руля с колесами в ней непонятно никак как я не пытался понять ее как я не пытался в этой сложной теме разобраться для меня ничего не понятно да она бешеная какая какофония звуков а вы понимаете насколько она в себя влюбляется в времени тут такой каждый вот этот звук ты прям наизусть знаешь как то самое стихотворение которое тебя заставили учить от корки до корки ты его прям просто ночью тебя разбудили и ты сразу этот стих выдаешь вот то же самое с этим автомобилем роднее вообще ничего нет и не будет магнитный держатель для телефона здесь радар наверно либо на регистратор вывели оттуда из панельки а так обычно делают сидушки в хорошем состоянии не потертые не замятые не сосаленные там чистить не надо все ок вот вот заднюю включил поехал зато все такое родное это же бывает там наверно на тукеле удивились он назад дает а это весело 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 эх если бы сейчас 4 выпускали не знаю по стоимости сколько она сейчас была наверно тысяч четыреста пятьдесят пятьсот вместо гранта или еще ниже гранта была бы ну конечно находились бы покупатели на этот автомобиль это безусловно безусловно ну а она уже на тот момент на момент когда ее прекратили сильно устарела сильно устарела и там уже ничего не поделаешь кроме как снять из производства понимаете она уже все она себя изжила пережила и что хочешь как хочешь говори она все уже она устала она просто устала во всех отношениях ей уже жизнь не мила была поэтому ее отправили спокойно тихо на покой вот на этом надеюсь вам понравилось на этом я завершаю всем удачи берегите себя подписывайтесь на канал огромного везения пока друзья